В этом видео... Эй, Генн, у меня каждый старый солома пришел за разбойником! Твою мать, чувак, незаконно! Отойдет от этого поганза, парень! Ты не можешь убить меня вот так! Задейсь, паршивый пес, и не разливай пасть! Тебе так легко не отделаться, выродок! Ребята, как вы можете знать, Kingdom Come Deliverance это суперреалистичная средневековая RPG. Так вот, в средневековье кони даже умели скакать по воде галопом. А именно вот так вот, прям по воде. По реке, против течения. Суперреалистично! Кстати говоря, всем привет, дамы и господа! С вами и канал Евгений Русс, канал о новинках, аниме, мобильных играх. Ни одна новинка не пройдет через мой канал безнаказанной. Что, Far Cry, God of War? Вы хотите спросить, будут ли они на канале? Да, конечно, будут! Я не я, хата не моя, если не будет. Так что... А хата, кстати, и правда не моя. То есть, я не владею тем помещением, в котором сейчас нахожусь. У меня сюда поместили силы. Это не важно, это не касается игры. Мы сейчас отправимся просто так убивать бандитов без всякой на то причины. Потому что я люблю убивать, то есть я маньяк. Я шучу, но потому что у меня есть задания, а не бандиты. И мне нужны деньги на новые штаны. А то мы за 40 гривен уже совсем дырявые и грязные. Ну вы видели. У меня нет денег вообще. И я подумал, что будет неплохо въебать пару раз. Ребята, если вам нравится то, как я въебу бандитов, ставьте палец вверх. Я буду очень рад. И делитесь видео вконтакте. Делитесь, делитесь как можно больше. Чтобы люди наконец-то перестали нести ахинею. И заниматься шизофазией. Что Kingdom Come Deliverance плохая игра. Да, есть говно. Но говно есть в любой игре. Помните Batman Arkham Knight? Офигенная игра. Были проблемы на ПК. Ну ничего, подчинили через полтора года. И эту игру через год полтора-два починят. Это нормально. В 2018-й игры сломаны. В 2005-м такого не было. Но это нормально. Это 2018-й. Вот там скачет армия. Сегодня в меню у нас следующее, ребята. Я буду убивать. Я буду... Так, да, я буду убивать бандитов. Потом пойдем на сюжетное задание, ребята. Так что не бойтесь. Я не буду всю игру, скажем так, ну баловаться. Так, я пойду... Вот там какие-то еще бандиты... У-у-у-у, все началось. Что-то, возьми, меня в окружение, что ли, хотят взять? Мужик, тихо! Твою мать! Мне лук чуть ли не разнесли. Ты думаешь, ты самый умный, а, мужичара? Реально, они с рыцарем сюда подошли? Черт возьми. Черт возьми. Мне кажется, что меня отлупят. Твою мать, уже меня жестко отлупили. Как девку! Твою мать! Может быть мы потом придем, а? А то вас много. Я как бы рассчитывал сейчас по одному, как обычно. А тут, что-то, армия. Я как бы не готов. Твою мать! Вы видели, что они со мной сделали? Не, ну, ребят, ну это все, это бестерка. Я не готов к этому просто, морально и физически. Я не был готов. Сейчас будет нормально. Просто там на дороге бандитами я врасплох застали, ребята. И да, в начале видео это был сарказм, ребят. Просто часто вот ты говоришь что-то, и вот если не скажешь, что это сарказм, люди в 2к 18, или как там уже говорят сейчас, 2018, я уже составился. Да-да-да! Сейчас, посмотри, смыча я умею. В колено попал, Скайрим! Что, ожидал этот отмех, мужики? Мужики, мужики, э-э-э, изи! Постой, у меня стрел нет. Вот так все. Ни хрена, он меня немножко вскрыл. Видишь, окровавленный меч, сейчас твоя кровь на нем будет. Лежать! Лежать, даун! Вот эти бандюки по мне. Лох! Хочешь по шапке получить? Че, я не пойму, мужик, а ты нафига кастрюлю-то по голове наглую себя одел? Или это мода? Не понял, эти ребята мертвы? Ты мертв? Ребят, ну че вы мучаетесь? Вам больно, наверное. Бедные! Вот это... Ну, на самом деле, это не честно. Я гребаный рыцарь в латах, а это ребята вообще хрен пойми что. То есть, эти ребята, у них, ну, ноль шансов против меня. Так что, я согласен, что это... Ох ты! Мужик, ты же тебе жить надоел. Ты больной, что ли? Ублюдок. Ты думаешь, ты меня своим луком напугаешь? Ха! 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 Получай! Я люблю убивать слабых и беззащитных, потому что я злодей, а злодеям дают женщины! Так, господи. Просто не знаю, я смотрю всякие фильмы про Джеймсов Бондов, и мне кажется, злодеи пользуются большим успехом у женщин, чем, собственно, сам Джеймс. Не, на самом деле, я сейчас даже без шуток, то есть, мне кажется, реально злодеи более успешный класс, чем герой. Герои все мучаются, страдают, а злодеи все по боку, ему нормально. Что бы ни пошло не так, злодей всегда будет, не знаю, он хотя бы пожил счастливый. Ох, ты сам умер. Жизнь, как мне кажется. Просто не знаю, ты смотришь на злодеях в фильмах, и, наверное, в жизни реальной тоже, и ты думаешь, черт возьми. А они, знаете ли, как бы не хуже или даже лучше меня существуют. И вот в этот момент ты задумываешься, может быть быть злодеем это хорошо? А вы, как считаете, ребят, быть злодеем это хорошо или не очень? Посмотрите на злодеев даже в Kingdom Come Deliverance. Им плохо, что ли? Нет, они отлично живут. Это герои всеми страдают, мучаются, превозмогают, а злодеям пофиг, им хорошо. Что же, я походу на сюжетный квест пришел. Пан, боюсь, вы были правы, как говорили, что война их закончится у Прибыславицы. Еще удивительно, что случилось. Сегодня мы люди даже еще о двух нападениях. А, Генри, хорошо, ты здесь. Кажется, у нас есть для тебя новое поручение, подойди к нам. Панове, здрав будь, парень. Разбойники напали на несколько отдаленных деревей, но это не самое главное. Они также напали на Мархаеда, а это уж гораздо хуже. Я ж так был, там нормально все. Мархаеды? Там работает Матей. Они напали сразу после сражения в Прибыславице. Возможно, эти псы пытались доказать, что все еще сильны. Но нет, хуто без добра. Если они отбились и даже захватили одного из них в плен. Он ранен. Но мы можем допросить его. Так, хорошо. Интерагейт, хорошо. Панове? Надеюсь, я не помешал. Против, мистер Тобиаш. В отличие от Бернарда, вы принесли хорошие вещи. По крайней мере, есть судить по серебру в ваших руках. Сколько я уж и маршри мы нашли в Прибыславице? Пан, мне жаль. Но мы вместе не лучше, чем у Сотника Бернарда. Эти монеты очень хорошие. Можно даже сказать, великолепная фальшивка. Фальшивка? 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 Мне наплевать, как это называется. Я просто хочу знать, сколько они стоят. Судя в том, что они ничего не стоят. Вы хотите сказать то, о чем я сейчас подумал, мастер Тобиаш? То есть это всего лишь груда медида. Корва! Блять! Они покрыты серебром, поэтому они чуть-чуть, да... Крайне мало. Курва! Эх, Курва! Блять! Наверное, не так-то просто изготовить такую поделку, мастер Тобиаш. Так оно и есть план. Подобная работа требует больших затрат. Не хво, изготовить такие правдоподобные фальшивки. Им понадобилась бы хорошая спрятанная литейная мастерская. Нескоремесленников и источек сырья. Разве их не могли привезти откуда-то еще? Могли, но опять же, здесь я на серебряной рудье. Эти гроши явно отчекайны совсем недавно, так что... Так что мы сражаемся с врагом, разблагающим, не иссякаемым источником грошей. Только этого нам и не хватало. Блять. Итак, панове, теперь ясно, что мы должны сделать. Напросить пойманного разбойника, узнать, сколько их, и как можно быстрее отрезать их от источника грошей. Иначе скоро они обустроят еще один лагерь. Если уже этого не сделали. Я в этом сомневаюсь, пан. Мархайда не устроили бы, если бы это были вы. Ну, парень, я говорил, что для тебя есть работа, но мне и в голову не приходилось, что ее будет так много. Ты уже доказал, что из тебя получился отличный дознаватель, так что я снова на тебя надеюсь. Отправляйся Мархайда и допроси пленника. Узнай, где прячут эти разбойники, сколько их, и что они задумали. И когда будешь этим заниматься, заодно попробуй узнать, откуда взялись эти фальшивые монеты. Хорошо, пан. Значит, на этот раз мы надеемся на тебя. Возвращайся и доложи мне, кто-то знает что-нибудь. Я буду наблюдать на посту рядом с Тальбергом. Ясно. Тальберг не рядом с Мархайдами, так что далековато ты устроился, дружок. Кстати, блин, я так и не съездил в это Бастиславицу, или как ее там называют. Я так и не добрался туда. Еще мне нужно поговорить с Сотником. Сдать ему мои, знаете ли, успехи. Здравствуйте, мистер Сотник. Постой, врата я все зачистил? Мир и покой, серьезно? Спасибо, пан Сотник. Ну не бойся, без работы ты не останешься. Я отправил донесение Сотнику Бораку. Тебя ждут Альберг, у них в лесах хозяйничают половцы. Хорошо, пан Сотник, сейчас же отправились туда. Рад ты слышать. То есть, есть чем заняться, тем не менее. Я тут думал, все, зачистили. Больше никаких набегов на Сотник, на этих, с бандитов. У меня есть несколько трофеев, так. Ну, уши. Класс. Ну, как я понимаю, больше ничего мы уже не получим. Берсерк. Когда ваше здоровье снизится до минимума, вы обратитесь в Берсерк. И ваша моносовость начнет восстанавливаться в 4 раза быстрее. Черт, это классный навык, так как меня часто доводят до белого коленя в плане здоровья. Жалко, тут не сказано, что значит минимум. То есть, от 10-20 процентов. Но я думаю, где-то менее 25 точно. Может быть, 15 даже. С другой стороны, на этом здоровье еще можно жить, но, знаете ли, будет жестко. Ну, мне нужно будет Тальмерк заскочить и Мархаедра. Ну, можно вначале, кстати, было в Тальмерк заскочить, взять задание. Ну, так, на будущее. Маулем по дороге будет и напросить пленника. Еще я все-таки в Прибыславицу хотел съесть. Просто посмотреть, как там после боя. Сложный выбор. Ладно, берем коня, вначале поедем в Тальмерк. О, смотри, Михалков фильм снимает, смотрит тут, как съемки идут. Ну, вот там, Викинг или что он будет снимать. Ладно, не важно. Но актер явно бревно там стоит. Так, честь, да, да, честь. Сотник Бернард прислал меня. Сказал, что у вас проблемки. А, так тебе сказал Бернард, что у вас проблемы. Ну, ты прав, полусамародерствует вовсю. Надеюсь, что надо начать награду тому, кто покончится этими ублюдками. Но ее до сих пор так и никому не выплатили. Это потому, что местные слишком напуганы. Да, нет, они пытались, но никто из них не вернулся обратно. Но не будут тебя расхолаживать. Нам известно об одном лагере. Он спрятан среди скавери, он с дорогой ведущей в Мойхофт. Вы получите награду, если ты принесешь меддоказательства того, что Глубы ЖК лагеря. Они носят такие особые шлемы, смазкаются. Их легко узнать. Хорошо, этим займусь. Ну, это ясно. В общем, это задание не на сейчас, на поток. Че, тут вообще не души в этих мархоедах. Может быть, хотя бы стражник что-то подскажет. Потому что я не знаю, где пленник. Нет, стражник молчит. И как мне допрашивать... А тут метко стоит, это что-то значит? Может, пленник тут? Данек какой-то сидит. Данек, у тебя с животом, что ли, не ладится? Нифига, у него даже лица не видно. Я не понимаю, что это за... Что это за... Ты нарушаешь закон. Все, все, все. Я все, я ушел. Какие законы? Я пытаюсь найти пленника. Я, блин, национальный герой. С кем поговорить можно? Ох, у тебя ху, с кем-то? Что здесь случилось? Ужас, пан, просто ужас. Нас напали разбойники, а потом началась чума. Господи, Иисусе! Точно, Господь Всемогущий послал нам кару небесную. Задание началось в мордаках. А где пленник? Эти разбойники, кто они? Какой-то сброд. Откуда я-то знаю? Может, и половцы, но они вроде говорили по-чешски. Спроси у пленника Мелихара. А, у этого... Ну, неважно, вы сражались. Как вам удалось отбиться? Ну, нам повезло. Молодой Солома заметил их шайку. Еще на подходе к деревне побежал предупредить старого Мелихара. Если бы не это, здесь бы никого не оставить живых. Кажется, мы с ним справились, и они уже не единого сгоревшего дома. У них не было на это время, но нам все равно придется закопать новые могилы. Молодой Солома получил страшную раму. И еще несколько человек погибло. Ну, и еще есть раненые. А в завершение всего еще и мор. Храни нас, Господь. Черт, реально, ну, людям не повезло. Мелихар, Солома, я не знаю этих людей. Они местные. Мелихар здесь за главным. После того, как погиб Смиев из Нойхова. Господи, упокой его душу. А Солома, местный лесоруб. Бедняга. Разбойники убили его сына, а его жена заболела. Так, где найти вот этих ребят? И Матея, про Матея спросим. Я еще Матея. Я думаю, он работает здесь на конюшне. Матея, Матея. Постой, я знаю, о ком ты. Он здесь недавно, да? Точно, недавно. Ну, так вот, эти ублюдки ранили его. Он лежит на конюшне. У него плохо с рукой, но он хотя бы остался жив. Спасибо. Так, узнали, что с Матэем. Где мне найти Мелихара? Если ты войдешь в деревню, через ворота рядом с конюшней, и постоишь, посмотришь через дорогу, и потом будет слева. Если что, Матэй, это чувак, с которым мы били пьяницу этого Кузькина, или как его там звали? Кумуша, Крыса, Крыма, я не помню. И с которым мы дом немца говном закидывали. Я бы хотел поговорить с Соломой. Ясно. Если встанешь у ворота рядом с конюшней, посмотришь через дорогу, и в одном будет справа. Так, ясно. А почему что? А это болезнь. Что вы о ней скажете? Не хочу испытывать судьбу, говоря о ней. У меня брошки по коже от одной мысли об этом. Да и вообще, особо нечего рассказывать. Началась после того, как мы прогнали этот сброс. Сначала умерла лошадь, а затем другая жизнь. Здесь заболели люди. И жена Мелихара тоже бедняжка. Так, ну информацию мы получили. Я думаю, теперь пора отправляться по вейпоинтам. Игра что-то стала сохраняться прям через движение. Тут дом Рихтаржа, как бы за углом. Может, его промор спросим? Черт, Вазим, Мелихар, тебе совсем плохо, что ли? Ты Мелихар? Ага, это я. Нужно поговорить с пленным. Зачем? Кто ты вообще такой? Индридж? А, Генри, послание Крацца Гокобыла. Я приехал, чтобы узнать о нападении на деревню. Прости, но сейчас у меня других дел хватает. Если ты не заметил, то у нас здесь мор. И Пан Раццак ничем не поможет. Как, впрочем, он ничем не помог нам раньше, когда нас напали. Черт возьми. Я думал, это будет какой-нибудь дед пожилой, бородатый. Оказывается, это молодой парень. Так, никто не мог знать о том, что случится. Преходи осуждать меня. Нет, давайте не будем злиться. И Пан Раццак ничего не знает. Он ничего не мог знать. Никто не мог знать о том, что случится. Если бы Пан Раццак не бегал по лесам, а остался в лагере, они ни за что бы не посмели напасть на нас. Если бы Пан Раццак не бегал по лесам, то сейчас здесь горели бы деревни по всей округе. Сейчас это не важно. Нам нужно справиться с другой бедой. Если я могу что-нибудь сделать, скажите мне. Он здесь живет помощник коня Хаматей. Так, ну, я его знаю, да. Он знаком с девушкой, которая помогает лечебнице при монастыре. Кажется, ее зовут Йоханка. Может, она, знаешь, с чего начать, если она все еще там. Так, хорошо, отправились в монастырь. Могли бы уже давно послать кого-то. Но, опять же, я не хочу злиться, потому что, ну, черт, это разве кому-то поможет? Нет. Очень хорошо, я отправлюсь в монастырь. Наверное, это наша единственная надежда. Спасибо за то, что ты хотя бы пытаешься помочь нам. В конце концов, даже если мы для тебя ничего не значим, пленник ведь тоже заболел и умрет без помощи лекаря. Если уж я поеду в монастырь, я должен как можно больше узнать о болезни. Нужно узнать все ее признаки. Меня наверняка спросят об этом. Трудно сказать. Мой жену лихорадит. У других озноб. Слышу, что некоторых рвет. Кое-кого пошли болячки по коже, но почему тебе не посмотреть самому? Люди много чего говорят, и я уже не знаю, чему верить. Хорошо, я поговорю с ними. Я пометил известию дома, где есть больные, но не задерживайся в них слишком долго. Это я вам обещаю. Так, посмотреть на больных. Ну что же, как я понимаю, проблем не будет, да? Вы знаете, что за болезнь? Как дозорный. Тебя внутрь нельзя. А почему нельзя? Это честь для меня, что я обратился ко мне. А, вот где пленник. Мне надо поговорить с пленником. Прости, мноту никому нельзя. Приказ Мелихара. Так, я посланник пана Рацега, и мне срочно нужно просить пленника. Ты можешь посланник хоть самого папы римского, а все равно тебя не пущу. Хочешь поговорить с пленником? Получил разрешение у Мелихара. Так, ясно. Чувак. Чувак подчиняется только своему боссу. Ну, знаете, на самом деле это правильно. Понимаете, никакой коррупции. То есть, вот, пришел какой-то чувак, говорит, а я от главного. Но он говорит, а мне пофиг, у меня тут свой главный. Давай, помогай ему. И потом, может быть, я пукну в твою сторону. Как вы считаете, это правильно? По-моему, да. По-моему, это абсолютно верно. Он ведет себя максимально корректно. Так, хорошо, хорошо. О, вот помеченный дом. Сейчас посмотрим. Надеюсь, одного дома хватит. Представьте, была бы альтернативная концовка, где ты болеешь чумой и умираешь. Было бы классно. Ни хрена себе, что с человеком. Как я понимаю, она болеет. Кто ты? Ты что, не веришь в чумной крест на нашей двери? Так, я здесь, чтобы помочь. Меня зовут Генри. Слишком поздно. Господь уже прибрал к себе моего бедного Антония. Отменяйте, что нужно. Нужно знать, какая болезнь поразила вашего мужа. Да, я тебе все расскажу. Он сначала погиб мне похоронить моего мужа. Я слишком слабая. Мелихар. В лица уже похоронить умерших. Заметьте, недавно он был Мелихаром в субтитрах. Теперь он Мелихар. Класс. Так, у меня нет фреймера. Скажи мне, что с ним не так, и я помогу тебе. Сначала расскажи мне. Мне еще нужно обойти другие дома с заболевшими. Потом я вернусь и помогу. Спасибо. Ну, пожалуйста, возвращайся. Одно мне не справится. У моего мужа был сильнейший жар. Что ему-то еще? У него сильно болел живот. Ему казалось, что он набит камнями. Он корсился всю ночь. Наверное, это было ужасно больно. Спасибо. Так, корсился всю ночь. Ну, наверное, надо поднять тело и поехали. Время Господня. Вон там. Что? Да куда ты? Медленнее. Я не могу так быстро. Тяжело. В чем проблема? Я... Э, ребят, вы чего? Э, мужики. Я хороню женщине-мужчину. Так, все понятно. Я сломал. Я сломал игру, ребят. Я это сделал. Игра сломалась. Я не знаю, почему она же сказала помочь ей похоронить мужа. Я не понял. Почему? То есть я думал, берем его, несем на могилу. Нет, это не так работает. Ну, в общем, вы поняли. Я сломал игру. Так, вот и другие дома. А где вот выкопать могилу? Могилу я, кстати, прослушал. Я не знаю, где ее копать. Ну, ладно. В какой-то момент выкупаем. Ты что, пришел за моей женой? Тебе не повезло, старый Солома. Понимаешь? Солома! Забрал моего сына. На земле не добрался. За моей жизнью, ублюдок. Так, постой, господи. Это... За кого он меня принял-то? У него ноль красноречия. Но это заметно. Это заметно. Правда, успокоить его силой не получится. Он сильнее меня. Он дико сильный. Можешь знать, что человек качался в силу? Я пошел помочь твоей жене. Я знаю, ты хочешь помочь ей отойти в мир иной. Мне жаль, что твой сын погиб. Правда, жаль. Но если ты не хочешь, чтобы болезнь забрала твою жену, ты должен дать не осмотреть ее. Я могу ей помочь. Я не хочу, чтобы она умерла. Вот видишь? Эээ, что ты? Знахать, что ли? Что против того? Да, давай, начинай. Не волнуйся. Раздевать не буду. Раздевать не буду. Я порядочный. Знахать. Это спальня жены. Так, я почему-то угадал. Жар. Так же, как у жены Мелехара. Походу, жар это один из главных признаков. А у тебя больше тут нету жен? Ой, господи, тут заперто. Точно? Так, точно жар. Надо еще с этим чуваком поболтать. Посмотреть, что там такое у него. Останьте от меня все. Так, ясно. Солома не в духе. Но зато защитил деревню. Эдакий герой. Так, надо дальше рассмотреть. Так, тут снова на двери дичь. Данек. Ну, Даньки, что? Как дела? Поперечный. Брат, милый. Брат, это ты? Так, нет, я не твой брат. Тогда уходи. Мне уже мой брат. Брат, где же это так? Понятно. Понятно. Он только с братом будет говорить. Да, это я. Я твой брат. Твой брат, скоро ярмарка. Мы должны поехать в Скалицу. Скажи мне, брат, как ты себя чувствуешь? Стой, ты не мой брат. Ты один из этих душегубов. Брат, запри дверь. Они снова вернулись. Пожалуйста, не надо. Брат, ты не услышишь меня. Это я. Твой брат. Я давно не был дома. Я вернулся домой к Рождеству. Помнишь? Да, да, я помню. Дай мне попить, брат. Мне хочется пить. Я просто умираю от жажды. Мне кажется, будто я горю в аду. Я могу пить целый жбан. И мне сразу снова хочется пить. Так, ясно. У этого парня очень сильный жар. Ой-ой-ой, извините, пожалуйста. Осматриваемся дальше. С могилой я что-то не разобрался. Домов вроде много, но я нашел только несколько помеченных. Думаю, что логично будет поехать к Йоханке. Она там уже все подскажет. Блин, Йоханка напомнил, знаете, Йоханнесбург. Есть такой город в Южной Африке. А там есть группа... Как она называется? Да я не помню. В общем, там какие-то засранцы поют. Очень странные песни. И выглядят они тоже странно. Типа Little Big. Знаете, такая южноафриканская группа? Диантвор! Точно! Вообще классные ребята. Они такие необычные. У них есть даже клип такой очень необычный. Который напомнил мне миссию из Metal Gear Rising. Где там идет вот этот чувак, весь закованный в броню Райден. По Африке. И забирается в африканскую канализацию. Черт возьми. Я не знаю, как все это связано. Но вот у меня в голове вот как-то все это сложилось в одну кучу. Так, мы приехали ночью. Может быть это плохое время. Че такое? Да, да. Я в темноте как воришка, я знаю. Я ночной хища как киска. У меня кот любит по ночам баловаться. Ну, он и спать по ночам любит. Но в основном баловаться. Так, Юханка заботится о раненых. О больных. Видимо, чума и здесь как бы бродит. Юханка. Генри. Рад тебя видеть. Я тоже. Я слышал, у тебя все хорошо. Ну, как сказать. Я в рыцарской броне. Классный. Ты жив. И знаешь, что у тебя все хорошо. Ну, видимо, в этих местах это... Да. Что здесь происходит? О, господи. Филипп и они все. Да, а ты как думаешь, где оказываются все раненые? Вообще-то я... Я не знал. Ну, а теперь ты знаешь. Мы с Никодимом пытаемся обо всем позаботиться после набега на скалицу. Нас всего лишь двое. Так, а я могу чем-нибудь помочь? У меня медицинское образование. Три штуки. Конечно, ты можешь. Нам все пригодятся пара лишних рук. Помощь нам нужна постоянно. Мне самого было очень плохо. Я потерял сознание, когда прискакал кротая. Мне нужен был врач. Нужен был. Я смотрю, здесь все неплохо держится. Что я могу сделать? Держится! Люди здесь умирают! Сейчас ты бессмысленный, я ничего не могу с этим поделать. И у нас недостаточно еды и места, и никто не хочет нам помочь. Господи, и здесь проблема. Проблема на проблеме. Сюжетку не дают проходить. Все дают задания. Погналить лечить беженцев. Так, неужели вам никто не помогает ухаживать за этими людьми? Здесь же много ученых людей. Может быть, но забот о больных они предоставляют Господу. Никодим пытается что-то сделать, но они все... Но он все узнает только из книг. Так, я мог бы сам их осмотреть. Можно я их осмотрю? Я немного разбираюсь во вручевании. Правда? А что бы ты сделал, если бы обжегся в кузице? Сначала же нужно охладить водой. Затем смазать мази из календула. И лучше не бинтовать, чтобы рано дышало. Ну, ты знаешь, о чем говоришь. Кажется, кузнец умеет не только вырывать зубы. Вырывать зубы? Это вообще пара пустяков. Главное, сильнее не сжимать щипцы, чтобы зуб не раскрошился. Ладно, идея и посмотри. Не нужно ли кому-нибудь чего-нибудь. Только не вырывай никому зубы. А что, кузнецы зубы раньше бы вырывали в 15 веке? 1403 год. Я не знал. Для меня это новая информация. Разве монастырь о них не заботится? Они дуют немного еды и отводят место для сна. Но я бы не сказал, что они помогают. Скорее, они нас просто терпят. Так, у вас достаточно еды? Это то, чтобы выжить, возможно. Но выздоравливающим нужно хорошо кормить. Если я принесу вам мясо, дичи, а она придаст сил. Это бы нам очень помогло так добыть на охоте мясо для лечебниц. Хорошо. Что-нибудь еще нужно? Посмотри вокруг. Здесь немного тесно. Тесно? Я обжелся оставить некоторых болит на улице. В такой холод. Ты видел, на чем они лежат? Попробую договориться с монстрем, чтобы вам выделили место. Я уже пыталась, ругалась. Но не только кивали головами, но никто пальцем не пошевелил. Так, узнать, как улучшить условия. Нихрена себе. Я как будто в Россию, блин, попал в какой-нибудь Крыжополь. Очень хорошо. Люди на улице валяются. Просто, черт возьми, а как ты был в больнице, где больные чуть ли не в коридоре лежали там? Потому что, ну, кровати нет, места нет. Так, как тебя дела? Ты здесь единственная женщина, одна в монастыре. Некоторые монахи разговаривают со мной, а остальные просто делают вид, что меня нет. Реально, что это нельзя сказать о попече, о чуваках. У тебя неприятности? Постоянно. Кажется, у него где-то есть жена. Но это его не останавливает. Он все время верится рядом со мной. И что еще? Что еще? Он приглашает меня к себе домой. Ведь хочешь, я мог что-нибудь с ним сделать? Ну, прилично. Нет, я сама с ним разберусь. Не хочу, чтобы ты здесь угрожал ко мне-нибудь. Это не поможет ни мне, и тем более беженцам. Так, нового задания не появилось. Что ты можешь рассказать о попечителе? Это все, что хотелось. А зачем здесь страшник? Это из-за меня. Из-за тебя? Да, однажды я уже не могла этого носить. И чуть не удаю у одного из... Но это не имеет значения. Перенервничало. Бывает. Послушай, Генри, я знаю, что она бывает слишком резко, но я уже его еле сдерживаюсь. На прошлой неделе умер Богуслав. Наверное, ты его знал, но никто и глазом не моргнул. Нам очень нужна помощь. Я делаю все, что в моих силах. Ребят, мы не можем отказать. Мы должны заняться этим. Только... Ну, давайте про Мархаеда спросим. Я не знаю, слышали ли ты об этом, но на Мархаеда напали. Боже, как-то матуш. Ранен в руку, он держится молодцом, но его раны мне не нравятся. Ты должна его увидеть. Подожди, это еще не все. Что еще? Мархаеда охватил какая-то болезнь. У них умер весь домашний скот, а теперь начали умирать и люди. Я думал, может быть, здесь кто-нибудь знает, что делать. Боже милости, какой ужас. Хорошо, что ты пришел сюда. Если еще осталась надежда, только здесь можно ее найти. Тебе нужен брат Никодим, монастырский лекарь. Возможно, он знает, что делать. Очень хорошо, попробуй его найти. Возвращайся к тебе, поговоришь с ним. Спасибо, Йоханка. Так, ну хоть что-то сделали. Мы получили еще горст заданий. В общем, как вам сказать, стало хуже. Если он сможет выздороветь, давайте осмотрим их сами. Терана хорошо обработана. Яны с кальцией. А, что случилось? Так, ты неплохо выглядишь? Вообще-то да, но она гад до сих пор болит. Тебя ранили половцы. Это я рассказываю девушкам. На самом деле, я поранил с као, убегал. А тебе меняют повязку? Иногда мне скажут, что у них не хватает повязок. Так не годится, повязку нужно менять. Так, у меня есть повязки. Я могу о тебе позаботиться. Замечательно. Ты можешь сказать об этом брату Никодиму? Так, я сам. Я сам могу это сделать. Я думал, ты кузнец. Когда ты был? Ну, к сожалению, не пришлось научиться лечить людей. К счастью. Ну, тогда ладно. Десять? Я все повязки отдал. У меня только десять-то и было. Ни хрена себе. Так, что я хочу? Как ты себя чувствуешь узнать? Хорошо. Рано меньше болит. Надеюсь, ты мне поможет. Конечно, поможет. Передаем, чтобы тебе каждый день меняли повязки. Вот они. Спасибо большое, Индра. Не за что. Так, посмотрим еще. Каменщик Петр. Эй, что происходит? Ты не скалится? Нет, ну пожалуйста, помоги мне. Я не могу здесь оставаться. Так, а что с тобой случилось? Я работал в здании, бы на самом верху, когда подо мной сломились под мостик. Ну, тебе повезло, что вообще остался жив. Да мне все это говорят. Ну, какой смысл жить? Я сейчас я живу здесь, как мешок с сыром и чменем. Я думал, он скажет, как мечок. Мешок с картошкой. Так, чем я могу тебе помочь? Кажется, они хорошо позаботятся о твоих ранах. Кайбл маленький. Моего отца рягнула лошадь. Старая каргазия. Милаем какие-то фиолетовые цветочки. После чего он очень быстро поправился. А ты не помнишь, что была за трава? Нет, но в монастыре собрано здание со всего мира. Наверное, у них есть какая-нибудь книга или гербарий. Так, я попробую найти что-нибудь. Спасибо тебе. Спасибо. Так, достать целительных трав. Господи. Ребят, сколько заданий в одной лечебке. Так, сможет выбраться отсюда. Хорошо. Пойдем дальше по этому углу. Со временем сможет стать страдающей бессонницей. Господи, я не могу заснуть. И что ты поднял такой шум? Шум из моей ноги. Я вынуждена оставаться здесь еще неделю. Она зверски болит. А ночью вокруг всех реча, ты стон, ты не могу заснуть. Так. Ну, поспать в другом месте? Выпей это. У меня есть тоже, что тебе поможет. Правда, замечательно. Спасибо. Найди средство, которое поможет человеку страдающей бессонницей. Так, у нас такого нет. Так, здесь я не нужен. Постой, я ему... А, я ему дал то, что есть. То, что у нас есть. У нас, по-моему, что-то было. Перепискался. Я не вижу никакой храны. Он весь дрожит. У него шок, может быть. Есть ведь ПТСМ, там, посттравматический синдром. Он бессознание. Насколько я вижу, у него что-то с ногой. Так, а как мне почта? Я должен спросить ее Ханку. Ну, сейчас спросим, этого осмотрим. Современность может выздороветь. Черт, вози. Ребята, насколько задания под... Так, господи, брат Никодим. По-моему, я подумал, сам пациент лежит здесь. Беспризорник, надо этих осмотреть. Здесь нужен только сон. Современность может выздороветь. Ну, мы... Мне кажется, мы всех увидели. Это все ребята. Тут больше никого нету. Так, давайте поговорим с... Йоханкой вначале, потом с Никодимом. Йоханка, ты где? Йоханка, она сама, походу, спать легла. Сиди раненых, господи, так странно. А где Йоханка? Не пойму. Христианин, блин, лежит. А где... Йоханка где была? Здесь, минуту назад. Хотя, да, за минуту. За минуту можно, знаете ли, и... Все потерять. И трусы могут задать за минуту. Вы отвечаете за раненых? Да, я брат-лекарь. Было время, ко мне приходилось заботиться. Только о нескольких престарелых монахах, которые уже не могли ходить. А теперь приходится иметь дело вот с такой вот неразберихой. Ноги были такими странами, что не могли сами ходить. И только у них не работали, только ноги. Ну и должен так говорить. Это благословение Божие, дожить до таких лет. Господи, что? Сто, сто пять лет было? Мерхеда, свередствует какая-то болезнь. Йоханк сказал, что вы могли бы дать совет. Болезнь, говоришь, любопытно. Так. Да-да, это очень любопытно. Вы можете помочь этим людям? Сейчас не могу ничего сказать. Нужно знать гораздо больше. Скажи мне, эта болезнь охватила всю деревню? Так, насчет половины. Нет, пока еще нет. Больше больные есть в нескольких домах. Это примерно половина. Мерхеда, это не там, где конный завод. А что с животными? Тоже заболели? Да, там конный завод. Так, животные мертвы. Лошади, домашний скотт, кур, а теперь начали умирать люди. Еще более любопытно. Что нам делать? Ты знаешь признаки этой болезни? Так, ну я знаю. Да, более или менее. Отлично, в вашей библиотеке есть несколько научных трактатов, в которых описаны различные болезни и их признаки. Могли бы подчеркнуть что-нибудь из них. Кто умеет считать? Так, да, я умею считать. Не зря учился. Отлично, да, пойдем со мной в крематорий. Так, узнать, что за болезнь паразио МХ, выкопать могилу. Нормально, все, я уставил признаки. Поставь верный диагноз и найти рецепт лекарства в книгах. Нормально, мы уже все поняли. Так, раненые. Как себя чувствуют раины и скалицы? Некоторые из них вполне неплохо, но вот остальные, остальные умирают понапрасну. Хорошо, что здесь Йоханка. Я бы один ни за что не справился. Так, сразу скажу. Я сделал осознанный выбор. Я не хочу никого хоронить. Я осмотрел дома. Я понял, что там жар, тошнота, понос. Как обычно, ничего нового. То есть, это типичная чума. Это чума. Все понятно. Опрашивать их лишний раз не вижу смысла. Поэтому, ну, к тому же, понимаете, за это задание, это не как, видимо, я выполнил задание. На тебе пирожок, там, денежку. Здесь денежки не будет. Так что, ну, я не стал выполнять. Я не увидел в этом смысла. Так, как я могу помочь? Ты говорил с Йоханкой? Говорил. Но если в этом понимаешь, то сходи и посмотри. Однако тебе не скажут, что знаком с искусством Гиппократа. Это правда, я сын кузнеца. Но мне уже приходилось ухаживать за ранеными. Что вы мне делать, если я сомневаюсь, как в коем выбрать решение? Приходи и поговори со мной. Мы решим, что можно сделать. Так, обычно, вы не заботитесь о раненах. Ну, конечно, время от времени, что ему случается? Кто ему сломает ногу? Коему-нибудь поднёт корову или укусит? Коза, твою мать, козеньку укусит. Но мне никогда раньше не приходилось. Мне дело с таким количеством раненых в сражении. Если это было бы обычное сражение, это была хромокромная резня. Ты был там, господи? Будь милой всех к тебе, кубитым и краненым. Так, что вы думаете о попечителе? О бароне фон Берге? Ну, он хорошо справится с работой. Мы здесь в безопасности. Последний раз я видел, когда накладывал мазь о цепи. Все что, в последнее время он сейчас сюда ходит? Это правда. Приходит навестить ее ханку, но никогда не задерживается надолго и всегда уходит. Неудовлетворенно. Ну, ясно, предстоят к ней. Понятно, почему он мне сказал, чтобы... К барону, чтобы я не трогал, потому что он барон. Так что он о травах знает. Я не знаток, но в коем-чем разбираюсь. Я срочно. Ну, один из работников ушибся во время строительства и хочет быстрее выйти на работу. Он упал какой-то фиолетовый цветочек. А, целебную траву. Э, целебную траву с фиолетовыми цветами. Не могу тебе сказать вот так сразу, но ты можешь заглянуть гербарий. Не так же много целебных трав с фиолетовыми цветами, которые лечат ушибы. У меня какие-то были. Так, с чего мы начнем? Очевидно, что у них что-то не так с пищеварительным трактом. С чем? С пищеварительным трактом, Генри. Ну, проблема возникнет где-то между ртом и жопой. Ага. Так, понятно. А пока что мы еще не можем исключить. Ты открой Беривариум, Дисигнес Кауса. Это очень известный. Назоскрипт из Солер. Написан неким Иоганом из собора Святого Павла. Я не знаю, Латынь. Сейчас для тебя наш брат библиотека переводит этот важнейший медицинский тракт на чешский язык. Так что ты можешь быть полезным. Изучай описание внимательно и сравнить симптомы с записанными случаями. Это нам поможет. А я попробую обратиться к проверенному классике. К авиацинии и его канону врачебной. Науки и копус уголена. Медицинское искусство. Так, я это ясно. Давайте еще пару тем обсудим, просто чтобы быть уверенным. Так, я научиться хочу. Так, все понемножку. Все по чуть-чуть. Точнее я спрашиваю, ты разбираешься в травах и лечебных растениях? Ложь, отлично разбираюсь. Конечно, знаю как пять пальцев. По тебе не скажешь, что разбираешься, но раз ты так говоришь, отправься в огород с травами. Хорошенько смей, все же там растет, а потом выдерни все сорняки на грядках с травами. Ты меня понял? Да, уже иду. Ясненько, берусь за дело. Не спеши, разве уже сказал тебе, что считаю сорняками? Это одуванчики, крапива, жгучая и чертополох. Ну, очевидно. От этих растений тоже использую, но им не зачем расти. Между очанкой, лекарственной и мятой. Или еще где-либо в моем саду. Неважно. Так, а где они не должны расти? Между мятой и очанкой, лекарственной. Возвращаясь, как только очистишь огород сорняков. Да-да, я понял про огород. Так, что случилось с Филиппом? Чего его штырят? Он без сознания. Весь дрожит у него жар. Ох, я не знаю. Когда он впервые упился здесь, он был здоров. У него не было ни одной раны. Он запровождал других. Потом ему стало хуже. Он потерял сознание. Спроси у Ханка. Может, она чего знает? Так, а почему они так плохо обеспечены? Люди лежат плотно друг к другу, а некоторые даже приходят спать на улице. Это не идиотам на пользу. Ночью на улице холодно. Я больше ничего не могу им предложить. Как-то возможно. Вы же брат-лекарь. Вы же решаете, как распорядиться грошами. Но я не решаю, сколько грошей мне выдают. А все здесь то, что аббат в отъезде мне выдают столько же грошек. Так, а нужно было заботиться только о престарелом монахах. Так, это и я разберусь. Так. Я не верю, что ваша совесть позволяет вам бросить жизнь и искать в таком состоянии. Я знаю, мне стыдно. Не мои братья. Но мои братья считают, что тебе все в руках Господа. Засранцы. И вы ничего не можете сделать. Другие не помогают вам. К сожалению, нет. Братьев в обители не очень суют мирские дела. А помечитель ссыд по горло теми беспорядками, что творятся в крае. И в большинстве суть, что в монастыре все было спокойно. Так, я разберусь с этим говном. Так ты не один так считаешь? Как мне узнать, с чем мы начнем? Я понял все. В принципе, я разобрался. Книга заняться алхимией. Ух ты. Котелок. Ух, так. Я, наверное, пойду, ребята. Очень сложно, ребята. Алхимия это сложно. Посмотрим, что у нас на карте. Мор в руках Божьих. Травка. Офигенное название задания. В руках Божьих. Нифига себе. Давайте Мором займемся. Поставь верный диагноз и найди рецепт лекарства. Давайте займемся чем-то одним, а потом уже вторым и десятым, скажем так. Поставить верный диагноз и найди рецепт лекарства в книгах. Ого, господи, это будет непросто. Может мне смотритель поможет? Он там наверху в здании. Так. На месте несчастного случая я нашел обломок камня. Постой. 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 А как вот это вообще старое задание, которому уже как бы я отказался от него. Я его проклял. Черт вози, че я искал что-то? Давайте, как рассматривать хворь, исходя из знаний о гуморах и жидкостях. Вмещая 4 гумора, кровь, желтую желчь, черную желчь и флегму. Если, о господи. Если они соразмерны, человек здоров и бодр. Однако при переизбытке одного из гуморов он застаивается в теле. Избыток слизи, например, может также пристиг дифтерии. Тело стремится избавиться от слизи путем кашля. Порой судорожные резкого. Горло и рот покрываются язвами и болячками. Так, невыносимая мука. Нет, дифтерия не подходит. Чума, вызываемая колебанием черной жерчи. Проявляется самыми разными образом. Судия проявляет лихорадка жаром. Судорожные каши. Порой поноска. Хотя устроить избавиться от переизбытка черной желчи. А также невыносимой жаждой. Похоже на чуму, ребят? Похоже. А в подмышках, похоже. Возникают язвы. И, блин, и Генли в этот момент говорит, я голодный. Распространяется от человека к человеку. Не все заболевают ей. Мелкие животные не страдают. Чума, однако, крупные могут ей заразиться. Так, ясно. Дизентерий. Тем, только, чаще всего это мучительный и обидельный поносок. Потому что Наташа, напротив, появится весьма редко. Больного также мучает ужасная жажда. Кишечные колики. Лихорадка. Однако, животные ей не болеют. Нам не подходит. От животных не болеют дизентерией. Так, посмотрим. Однако, есть иные состояния, при которых внутренние гуморы. Но, если есть отравление. Через лихорадку и забытие, болезненные желудочные сучки, понос, страшную жажду. Учитывая ту аэру, это чума. Это очевидно. Отравление не придется между людьми или животными. Да. Не пьют из одного источника. Поставить могут и те и другие. Причем животные существуют прежде людей. Так. Пляска святого вида появляется в том, что больные пускаются в дикий пляс. Ну, или отравление, или чума. Но я склоняюсь к тому, что... Может быть, они все-таки отрванулись? Просто я не... Блин, вот я этого не знаю, отрванулись они или нет. Ну-ка, давайте... Я, пожалуй, сохранюсь и рискну. Скажу, что там чума буйствует. У нас в... Ну, вы поняли где. Там. Там. У меня котик, кстати, под ногами сейчас уходит. И он ушел. Да, он ушел. Четко я снимаю видосы, котик уходит. Так, я знаю, чем они болеют. Мне кажется, я нашел. Да, и что же это? Холера, дизентерия, брюшной тиф, отравление воды, отравление воздуха. Пыть не может. Я думаю, это... У них холера. По-моему, хуже быть не может. Это холера. Правда, не очень-то похоже. Но если так считает мастер Иоганн из собора Святого Павла, то кто это хочет, чтобы спорить с ним? Мы должны немедленно приготовить целебное зелье. Постой, какая холера? Я же про чуму говорил. Так, я тебе с этим не помогу. Я этого и не ожидал. Ты удивил меня уже тем, что умеешь читать. Подожди, пока я закончу. Это будет ближе к полудню. Поэтому, когда произвенит колокол, приходи ко мне в лечебницу. Очень хорошо. Лучше помолись. Помощь Господа всегда нужна. Мне кажется, это холера. Я не думаю, что это отравление. Причем, ну там сказано, что в начале животные, потом люди. Причем крупно-рогатые скоты. Это или отравление воды, или холера. Одно из двух. Это поэтому мы попробуем оба варианта. Ха-ха-ха. Хоть новый чувак. Ты кто такой? Брателиаш? Что он тут делает? Все, что могу. Я могу пытаться помочь жителям Скалицы. Так. Как давно ты им уже помогаешь? Рухалик. Так молоко почти прокисло. Но ничего. Так сойдет. Я пил кислое молоко. Это вообще не страшно. Траванулся, блин. Ну ничего, я там чуть-чуть траванулся. Чуть-чуть не страшно. Раненый человек. И стражник стоит такой и смотрит. Что у тебя, чувак? Что это за защита такая? Намордник. Так, как я... А где брат Никодим? Вот он идет, или это кто? Никодим, а ты или кто? Так, смотрите. А брат Никодим где? Мне нужно узнать у брата Никодима мнение о положении. А где брат Никодим находится? Он отъехал, что ли? Нифига себе, а куда? А, а, он там находится. Он лечит. Понятно, он в мархоедах уже. Вот оно что. Так, ладно. Значит, отправляемся в срочном порядке в мархоеды. Знала бы, как дела обстоят. Заранее приехал в мархоеды, что поделать. Так, он в этом самом доме. Здравствуйте. Так, где вы, пан? Почему он уходит в каких-то трусах? Я не понимаю. Это тебе врачебная практика такая? Приходить в трусах. Так, как здесь идут дела? Хорошо, что ты уже здесь. Нам нужна помощь. Ты можешь помочь лечить людей? Только смыть, чтобы они получали правильную дозу лекарства. Я позовусь на милихаре и соломе. Обойди пока остальные дома. Пленник у меня не подпустит. Я хотел, чтобы он страдал. Несмотря на его ужасные преступления, нельзя так поступать живым человеком. Так, чертовы крестьяне. Пусть он умрет, но только после того, как я поговорю с ним, я помог им. Они должны позволить мне увидеть его. Может быть, я сумею говорить? Я обещал привезти помощь, и я сдержал свое слово. Они должны пустить меня к нему. Надеюсь на это. Но за то короткое время, что я здесь побывал, я понял, что местные жизни отличаются завидным упрямством. Так, ну, ясно. А что значит правильную дозу? А я что, ошибиться могу? Так как я понимаю, солома тобой займется. Не трогать тебя, понял? Хорошо, ладно. Так, остальные дома, значит. Ну что ж, сейчас пойдем осматривать остальные. Мельхиор, да пребудет с тобой досуть. Да, я помог вам. Не-не-не, я уверен, что если я скажу, что я помог, он бы конет и скажет, типа... Дай поспать. Так, значит, она не больная, если просит дать поспать. Я уверен, что квест отменится. Так, надо теперь найти дома с больными. О, вот ченика мы пропустили в прошлый раз. Вот оно что. Что здесь делаешь? Неужели ты не видел кресло в двери? Не волнуйся. Плюс лекарство из Сазавы. Принимайте ее регулярно сами. Все остальным в доме дайте лекарство. У тебя золотые руки, мой мальчик. Благослови тебя, Господь. Черт, надеюсь, я правильное лекарство принес. А то мне потом так неудобно будет. Так как я понимаю, надо только именным персонажам раздать лекарство. Остальные, как и быть, сами. Кто ты? Разве ты не знаешь, что у нас с мор отдыхать? Я принес лекарство. Пусть и выпьет. Это, конечно, человек в доме. Понятно? Лекарство, ага, хорошо. Ее мы тоже пропустили. Черт возьми, а столько их пропустил? Ну да ладно. Я думаю, все равно я угадал с лечением. Я уверен, что это мор. Я уверен, что они просто... Не мор, а как-то чахотка, не чахотка. Как это называется, черт возьми? Ну, вот это. Чума, чума, чума. Даник тоже держи. Надеюсь, я не поворот или от всего этого. Да, да, это святая вода, брат. Да, выпей немного еды и другим в доме тоже. Брат никогда не придет и позаботится о вас. Так, лекарство больным я раздал. Лекарство больным я раздал. Я думаю, теперь можно принять задание, что подожди, пока ситуация не прояснится. Прояснится, это значит, правильно ли я лекарство им дал. Вот здесь я могу понять, что я капитально обосрался. Подождите, пока ситуация не прояснится. А сколько ждать? Я лучше спать пойду, ребят. Посмотрите, что со мной. Меня просто ужасно штырит. Походу, сегодня, ребят, мы спим на лавке, потому что я просто умираю от вообще всего. Спим до утра на лавке, ребята. Надеюсь, надеюсь, мне это поможет. Здравствуйте, Евгений Врачеватель прибыл. Ну что, людям стало лучше или я облажался? Я к вашим услугам понравился. Так, я помог вам. Могу я теперь увидеть пленника, как и обещали? Конечно, я пущу тебя к нему, мой мальчик. Если ты действительно привод зелек, который избавит нас от этой болезни, я разрешу тебе все. Смог ли я избавить вас от моря или нет, это еще предстоит узнать. Несколько следующих дней покажут действует ли лекарство. Я знаю, но все равно. Просто то, что кому-то есть за нас дело, уже очень много значит. Так, благодарите Рацко, не надо меня обладить. Позаботьтесь о своей жизни, когда не вставать у меня на пути. Поздравите Никодима. Без него у нас бы не было снадобья. Я так и сделаю. А теперь откройте этот сарай, черт возьми. Не, ну это правильно. Это правильно. Никодима надо было дарить. Яд что? Яд кто такой? Как я понимаю, все, да? Господи, это и есть плеком. Теперь нужно подождать результат. Подожди и посмотри, как действует ли каста, черт. Я надеюсь, что она действует. Я вообще взялся за этот чертов квест, потому что он связан с основным. То есть у нас был приказ от пана допросить все вот это. Всю вот эту ситуацию, допросить заложника. Сами понимаете, это все обязательно, поэтому я сделал то, что должен. Так, ну-ка, действует? Нормальное лекарство или дерьмовое? Да привыксь только, Господь, помогите человеку со словом. Что пошло не так? Я пришел узнать состояние больных этим недугом, но я вижу, что все пошло не так. Чума, чума, кажется, это было так давно. Что произошло? Все произошло так быстро, ели. Сперва им стало лучше после того лекарства, что вы им дали. На несколько дней, а с тем, что их снова началась лихорадка, то никого не оставить живых. Боже мой, мне жаль. Что ты можешь сделать? Что вы теперь будете делать? Не знаю, может, я попробую залить горе вином или уйду в паломничество. Будь я проклятый, если я узнаю, что делать такие моменты. Я отправляюсь в путь своей дорогой. И все, закончится разговор. Я обосрался, я понял. Мне жаль, я должен все исправить прямо сейчас. Хочу ли я загрузить сохраненную игру? Пожалуй, что да. Надо поговорить со всеми. Помочь закопать мужа. Я сделаю все правильно и всех спасу теперь. Я понял свою ошибку, я ее осознал. Так, начнем с простого. Надо поговорить с теми, с кого я упустил в прошлый раз. Это, например, Ченек. Ченек, что ты знаешь? Господи, парень, что ты здесь делаешь? Ты что, не видел крест у двери? Я здесь именно из него. Меня посылают в монастырь за помощью. Благословите, Господь, мальчик. Уже давно пора это сделать. Между точно знать, о чем вы страдаете. А, понимаю, но у меня сильный жар, моя жена тоже. Ничего не помню, я о том, что был вчера. Почти весь день провалялся без чувств. Еще что мыть, помимо жара? Ну, извини за потомство. Дерьмо так, змеи и хлещат. Ничего не могу держать в желудке. Совсем обессею. Но моей жены тоже самое. Так, понос. Благодарю вас. Я постараюсь привести помощь. Подожди минутка. Хочу попросить о продолжении. Так, а... Шшшшш, говори. Хочу оставить завещание. Ты умеешь писать? Ну... Да, я могу. Я могу с этим справиться. Мое хозяйство, всю мою живность и землю записал. И оставляю все моему кузену Добишу, который сейчас работает с сапожником в Яновице. Не при обстоятельствах мой никчемный блуд и сын, я же не должен вас следовать ни единого гроша, а не свои ненагогие обычаи и традиции. Это тоже написать. Да, и еще напиши исполнителем, в своей последней воле назначаю отца Фабиана, прихотского священника, церковь Ситуа Мартина в Сазави. 66 тысячи, это завещание написано. Как тебя зовут? Генри, в настоящее время я состою на службу. Панорацкая кобыла. Ничего себе. Это добавит вес моему завещанию. Вот, возьми мое кольцо, чтобы Фабиан знал, что от меня. В наши дни никому нельзя верить. Так, отвезти. Хорошо. Так, а что сделал ваш сын? Элиаш. Боже, всемогущий. Пытаешь за него заступиться, да? Что он сделал? Все. Должен был жениться, а вместо этого ограбил меня и сбежал. Маленький засорец. Позор. Элиаша я видел, по-моему, в лечебнице. Последний раз. Мы слышали, что он его с сазами. Пьет, играет в гости. Жот и мошенничает. Какой позор. Нифига себе. Интересно, он будет его найти. Где найти отца Фабиана? А ты как думаешь? Конечно, в церкви Стоу Мартина. Так, заеду туда. Жот, тогда я пойду. Дай, иди, пока не заразился. А то нам Генков будет надеяться. Да это отравление. Ясность. Понос. Вот этого мне и не хватило, ребята. Информации про отравление. Помыться бы лучше. Господи, вода же может быть отравлена. Я очень умный человек. Так, муж опять в новой позе. Куда его закапывать? Так, могила. А я поям? Спасибо, спасибо. Да, и ваша еда очень вкусна. Надеюсь, они отравлены. Липа за домом. Хорошо. Надеюсь, что это сделает тебя счастливый. Где тут? А, вот липа. Черт, лазер. Я не знаю. Я все думал, какое-то кладбище надо искать. Все же просто. Вот что значит быть внимательным. Видите, от исправляем ошибки. Все будет в лучшем виде. Прикольно было бы клад найти на дне этой могилы. Но, конечно же, этого не будет. Выкопать могилу. Отнести тело в могилу. Да нифиг делать, слушай. Надеюсь, так, на меня сейчас стража не налетит. Я, может, поговорить вначале. Предупредить, что я сейчас займусь выносом трупа. Так, спасибо, теперь, пожалуйста. Я понял, пожалуйста, спасибо. И так как бы его... Пожалуйста, ты не будешь орать, да? Все нормально? Все хорошо, да? Законно? Вроде бы да. Вроде бы меня никто не пытается убить. Так, бросить силы. Готово. Тоже, надеюсь, ты доволен. Вот я закончил. Теперь расскажешь о своих симптомах. Вы не могли бы рассказать о его болезни? Конечно. У моего мужа был сильнейший жар, закрытый простынями. А что-нибудь еще? У него сильно болел живот. Им оказалось, что он набит камнями. Он кончился всю ночь. Наверное, это было ужасно больно. Спасибо. Она и так это уже говорила. Ладно, кто следующий? Так, на этот раз задание засчитано. Я узнал, что за болезнь поразила мархаеды. Вот теперь мы сможем с более-менее высокой точностью отправиться на дело и с этой болезнью разобраться. А тут заданий больше нету, кроме последней воли завещания. Мор, погодить с Йоханкой в монастыре. Ну, давайте отвезем завещание Сазаву, священнику. Вот и он, вот папа Фабиан гуляет ночью. Не арестую то, что без факела ходишь. Меня прислал Ченек из мархаедов. Святой отец, меня прислал Ченек. В чем дело, сын мой? Я привез вам завещание Ченека. Боже всемогущий, что случилось? Пан Ченек тяжело заболел. В мархаедах мор. Господи, да я слышу, что в одной из местных день болеют люди. Но Ченек еще жив? Пока да. Будем надеяться, что Господь еще не скоро призовет его к себе. Спасибо, что привез мне его. Если Ченек скончается, я позабочусь, чтобы ее воля исполнилась. Вот возьми несколько метров и захлоплюсь. Благодарю вас, Святой отец. Ну что, там прям реально несколько метров? Получен новый уровень? Качаюсь, ребята. Последняя воля завещания. Знание выполнено. Легко и просто. Надо заранее мясо купить. Меня же попросят потом. И фиолетовые цветочки у травника. Удобно, просто все сделано заранее. В общем, я пытаюсь, конечно, играть в Kingdom Come Deliverance, но вы понимаете, ребят. Тут как бы... О, он пришел, он пришел сюда. Он здесь. Черт возьми, а так иначе выграть, он сразу убегает. Но он понимает, что все, папа работает. Большой папа-кот занят. Так, хорошо. Я спать, в общем-то, ложился. Не в реальной жизни, в игре, потому что я очень сонный. А потом еду опять в этот монастырь. И, в общем, все сначала. Э, вот ее ханка. Так, не, ну с ним уже говори. Кстати, я тут мясо купил заранее, так что я его сразу отдам. Вот эти колбаски, они все твои. Надеюсь, больные не будут против колбасы. Колбаса все-таки вещь вкусная. Вот теперь, когда я изучил всех больных, я могу сказать, что это лихорадка. Однако есть иные состояния, при которых внутренние гуморы, беспорядок. Одно из них состояние отравление. Проявление, да, отравление через лихорадку и забытье. То есть, помните, кто-то там из сельчан говорил, типа, мы не помним, что вчера было. Болезненные желудочные судороги. Да, понос. Да, страшная жажда тоже есть. Есть человек, отравленный с парениями. Например, в шахте, возле болота или иными схожими местами, а с ее ртом и носом часто появится сыпь. Однако она не вызывает, если я-то оказался в еде или питье. У многих там на лице сыпь, так что это может быть воздушная болезнь от испарений. Вопрос том, откуда эти испарения могли появиться. Отравление не передается между людьми или животными. А так, если они пьют природную заново источник, пострадать могут идти и другие. В общем, животные зачастую прежде всего. Так, я кажется, я знаю, растения потом соберу. Я знаю, чем они болеют. У меня разрываюсь теперь между воздухом и водой, потому что, ну блин, животные ведь тоже могут болеть, если вода отравлена, да? И там было написано, что, скорее всего, животные умирают. У меня пугает сыпь на лице. У многих из них была сыпь на лице. В любом случае, давайте попробуем воду. Если не подойдет, то будет вода. Это отравление гнилой водой. Правда, не очень-то похоже. Но если так считает мастер Агана Собора, тогда такое что в споре с ним. Что значит не очень-то похоже? А что, если я выберу другой вариант? Может быть, он скажет, что... Это похоже на что? А что ты скажешь про отравление воздуха? Засрается. Правда, не очень-то. Опять не похоже. А на что это похоже тогда? На что? На мою задницу? На что? Дизентерия? Я боюсь, что это дизентерия. Так, хорошо. Если он на брюшной тиф, это скажет, я сдаюсь. Ну давай, скажи, что это не похоже на брюшной тиф. Я сдаюсь. Я сдаюсь. Это невозможно. Это непроходимая миссия. Она сломана. Я что, получилось? Подожди. Да, вроде. Он живой. Так, ну теперь я дико хочу спать и есть. Ну, наверное, все неплохо, раз они живы. Боже мой. Я очень нуждаюсь. Так, так, срочно. Во-первых, надо там покушать жестко мясо. Вяленого, сушеного. Я ищу гол. Твою мать, что меня убьет? Я, блин, спас их, теперь сам умру. В общем, теперь все нормально. Мы это сделали. Надо поговорить с заключенным. Так, мы вроде поели, только я теперь отравленный. Где можно поспать, ребят? Может, позволите? Ну, все вроде ходят. Смотрите, Кристиан, Йоханка тут даже ходит. Видите, у всех все хорошо, господи. Но я тут при смерти хожу. Можно я у вас посплю, сударыня? Мне хреново до жестика, когда я три дня подряд не спал. Господи. Вот мне даже предлагали, типа, сними на видео, как ты эксперимент проводишь над собой. Не спишь три дня, ребят. Никакого не просите. Я делал такое. Не надо. Не надо. Это очень вредно. Ну и в итоге я был прав. Это все-таки была вода. Так, давайте поговорим с ним. Если он сейчас подтвердит, да пребудет с тобой Бог. Так, как ваши дела? Пожалуйста, скажи, что все хорошо. Я рад тебя видеть, Индр. Я бы хотел был греть тебя снова. Все, вылечились. Это просто чудо. Это облегчение. Вы достаточно страдались. Мы все достаточно страдались. Боже, я правда. Ты знаешь, люди здесь очень благодарны. Они вас с Никодемом канонизировали, если бы могли. Они принесли мне подарки для вас с собой. Я не слишком обрадовался этой затеей. У нас ведь мало что осталось после падежа скотины. Но раз ты здесь, я вначале прочел, как пердеж в скотину. Чумной доктор, медаль достижения. Класс. Это нужнее вам, чем мне. Ну, я возьму. Мне нужны деньги. Хорошо, передай ему благодарность. Конечно. Я буду рад, что ты заходишь. Так, а мне нужно поговорить с заключенным, с местным. Вся затея, если что, была ради этого. Не ради славы, не ради денег, богатств. А ради того, что здесь есть человек, за которым меня послали. Если бы он подох, с меня бы спустили три шкуры, отрезали яйца и заставили их съесть. Поэтому, ну, вы сами понимаете. Все очень серьезно. Так, парню, конечно, хреново. Постой, это Матей. А где заключенный-то? Где заключенный? Мне же поговорить с ним надо было. Он в амбаре каком-то сидел. Или это обманка опять? Я же с заключенным хотел поговорить. В этом смысл был, что я хочу увидеть заключенного. Или он умер. Не говорите мне, что он умер, пожалуй. Вот он, слава тебе, господи. Возвращение в мир живых. Что? Кто ты такой? Так, я человек Панорацига. Меня зовут Генри. Я провожу расследование по приказу Панорацига кобыла. Ага, ясно. Со мной тебе не придется возиться парень. Как-то. Не собираюсь молчать. Ну, это мудро. Разум с твоей стороны. Я разумный человек. Я же хочу быстрее за этим покончить. И не отвлекать от других дел, палача и взрата. И ты понимаешь, о чем я. Я понимаю. Кто-то хочешь узнать? Все, сначала скажи мне, кто стоит за всем этим? Кто вами командует? За этим стоят деньги, парень. Они всем командуют. Это для меня не новость. Но кто их вам платит? Я получаю их от кратышки. Как и все остальные, вприбы славятся. Кратышка получает гроши от Гетман. А Гетман щеканит монету. Ха-ха-ха. Так, а кто такой Гетман? Кто такой Гетман? Кто главный разбойник? Разбойник? Если бы он услышал твои слова, он бы насладил твою голову на пику. Вот такой он человек. А него мало что известно, потому что он не из Чехии. Да немец он. Он наземец? Значит, он наземец. Немец? Не думаю, но точно не Чех. И у него полно гроши. Я готов поспорить, что в его живых течет голубая кровь. Слушай, потому как он выглядит. Больше потому, как он говорит. Любой может нарядиться, как господин, но он и разговаривает, как пан. Ясно так. А где искать этого Гетмана? Понятия не имею. После Пребыславица он приказал нам напасть на Мархаеды. Но его и с нами не было. Он ушел неизвестно куда. Но я не сомневаюсь, что вы еще не скоро от него избавитесь. Так, значит, всем заправляет этот Гетман. Можно и так сказать? Но я думаю, что ты не до конца все понимаешь. Это почему? Ты спрашиваешь, что главное и кто кого подчиняет, только здесь не королевский двор. Пребыславица было много разных шаг, больших и маленьких. Были бароны-разбойники, командовавшиеся своими ватагами. И простые головорезы, у которых не было даже ночного горшка. Люди приходили, уходили, встречались ссоры. Иногда смертоубийства, встречались старые друзья и давние враги. Понимаешь, о чем я? Думаю, да. То есть он собрал ссору бандитов и платил им. Это была самая настоящая неразбриха. Главное, что никто не задавал вопросов. Мне было наплевать, кто такой Гетман, что он умеет, сколько у него есть. Одно или два. Месяц, а вот только гроши. Ага. Ну, черт, логично. Много он нам рассказал, правда. На самом деле, очень много и очень мало. Потому что полезного в этой информации так же много, как и в моей жопе. Как ты знал о Прибославице? Кто привел тебя туда? Парень по имени Мах. Мы встречались под Кутногорой. Грабил... Я грабил бюргеров, которые убегали из города, спасаясь армию Сигизмунда. Мы разговаривали, и он рассказал мне о Прибославице. Так, а зачем вы напали на Мархаеда? Сам Гетман приказал нам это сделать. Я уверен, что он хотел показать местным панам, что ничего еще не кончено. Значит, у него нуме новые набеги. У него всегда что-то нуме. Прибославится лишь только начало. Фальшивые гроши. Значит, ты знал, что мои фальшивые? Конечно, знал. Я приводил эти гроши в Прибославице вместе с другими вещами. Неужели? Откуда взялись гроши? То есть, где их изготовили? Я не знаю, медовалок торговец, которого зовут Минхарт. Так, это наводка. Обычно он встречается рядом с угольными кучами, подровной, на перекрестке. Так уж выжил, что я скоро должен был бы встретиться с ним. Может, ждет, может, и не ждет. Вдруг он узнал, что все в Прибославице. Решил не приходить. Так. А Минхарт знает, откуда брались эти деньги? Откуда мне знает? Для меня это лишь звено в цепи. Я, в мере, с ними никогда не спрашивал, с кем он ведет дела. А он, в свою очередь, ничего не знал обо мне. Понятно, судьба. То есть, он тебе вряд ли стоит дальше расспрашивать о нем. Это была бессмысленная трата времени. Он просто отдавал мне монет, затем расходить в разные стороны. Так, кто еще знает о грошах? Кроме Гетмана, Минхарта, коротышки, меня еще несколько человек. Вместе с фальшивками. Люди получают настоящие груши. Было бы подозрительное, если бы они расплачивались только новенькими монетами. Так, а что еще ты привозил в лагерь? Какие именно? Письма. Минхарт придавал их мне, для Гетмана. На этот раз я вез и ответ для Минхарта. Эти письма все еще у тебя. Да ха, судя по всему, этих межландов не сильно интересует переписка. Ты отдай его мне. С удовольствием. Так, а о чем говорилось в письмах? Если бы я умел читать, мне вряд ли доверили возить письма, так? Я водил Гетмана от Минхарта и обратно. Вот и все. Черт, а в те времена же уметь читать мог не каждый. Да и не надо было особо. Книг-то было не так уж и много. Это все, что я хотел знать. Пока. Ради бога, парень, не позволяй палачу допрашивать. Мне я уже рассказал все, что знаю. Так, это решит понравиться, как ты помог мне, я замолву тебя словечко. Не буду спорить, ты помог мне. Я постараюсь, чтобы твоя смерть была быстрой. Чет, справедливо. Я не хочу, чтобы вы мучили. Генри, мне каждый старый солома пришел за разбойником. Твою мать, чувак, незаконно. Отодет от этого поганца, парень. Ну, ты же не можешь убить меня вот так. Задейсь, паршивый пес, и не развивай пасть. Тебе так легко не отделаться в выродок. Успокойся, солома, ему не избежать наказания. В конце концов, он... Ты встаешь у меня на пути, Минхар? Пусть решает Генри, он спас ему жизнь. Черт, Генри выглядит абсолютно невинной овцой. Каким-то обручем на голове. Лол. Так, я хочу, чтобы его не убили. Ну, я сказал, само за него словечко. Это дело чести. Так, давай поговорим об этом. Давай, делай с ним что хочешь. Он поедет со мной. Он поедет со мной. Он пленник панорацига. Только панорациг провершает. Будет он жить или умрет. Да мне насрать на тебя и твою панорацига. Мать его, за ногу, кобылу. Этот ублюдок с сыном его убил. А я убью его. Зачем тебе придется иметь дело со мной. Так, господи, сейчас драка, что ли? Серьезно? Нихрена себе, я сейчас его так отделаю. Давно че-то кулачных боев у нас не было. Кажется, мне по кайфу лично. Хопа. Раньше меня так выделали, теперь делаю бы я. Че там, в кулачных боях можно не здорово качнуться. Быстро же я качаюсь в кулачных боях. У-у-у, я думал, это у меня сейчас хватану. Так, что-то мой пыл начинает утихать. Можно еще убить. Давай, лежать. Видели, как он перевернулся. Так, все? Это все, что ли? Не, ну все, все, Даник. Все, все, ребят. Тихо, тихо. Тихо. Видишь, я тебя спас, Размоник. Целуй мне ноги, бразь. Я заберу тебя с собой, братая. Не, правильно поступил, черт возьми. Закон и порядок. Никакого самосуда. Я просто служу пану Рацигу. Я просто исполняю его волю. Все. Конец истории. Видите, не зря спас. Я уверен, пан Рациг бы не обрадовался, если бы я этого засранца не спас. Интересно, как бы сюжет развивался, если бы я его не спас. А-а-а. Постой. Его переписка бы все равно оказалась у меня в руках. Я бы из него, скорее всего, все узнал. Но это, конечно, не то. Это, конечно, не то. Он сказал очень мало чего. Скорее всего, в переписке была та же инфа, что и. В принципе. В его устах. Отправляйтесь на блядьный пост. Реан Станбергом отчитайтесь перед паном Рацигом. Господи. Я привез чувака врата. Я такая. Он где? В этой камере? Мне интересно, в какой камере сидит чувак. Игра сохранена еще ко всему. А, ты в этой камере сидишь? Прикол. То есть он реально сидит в камере? Класс. То есть ее можно даже открыть, и он сбежит, наверное. Тем не менее, ребят, мы продолжим в следующей серии. Эта серия получилась довольно жирненькая, длинненькая. Надеюсь, вам понравилось. Всем спасибо за просмотр. С вами был Евген. До следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok